Приветствую вас, Анастасия. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Ну, первое, пожалуй, на что хочется обратить ваше внимание, это на то, как вы позиционируете своё имя. Вы называете себя Настей, вместо того, чтобы называться Анастасией. Ну, как бы, более взрослый. Скажем так. Это может говорить о том, что вы склонны к поведению ребёнка. Дальше. Я не понимаю, нужно мне бороться за отношения. Вы знаете, если вы мне скажете, как можно бороться за отношения, ну, вообще, как вот бороться за отношения. Если вы мне это скажете, я буду вам благодарен. Потому что лично я не знаю, как можно бороться за отношения. Из-за человека тоже не знаю, как можно бороться. Я знаю, что над отношениями можно работать. Вот. Это я знаю. Вот. Это я знаю. Ну, я не знаю, как можно, собственно, бороться. Да. 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 Ну, можно гармонизировать отношения. То есть сделать их более гармоничными, более естественными, да, более, там, свободными и так далее. Вот. Ну, бороться я не знаю, как. То есть я не знаю, что вы имеете здесь в виду. Говорю о том, что, как бороться. То есть, ну, сначала представьте себе это. Как именно можно бороться за отношениями. Дальше. Может быть, это все нормально, что у меня происходит в них. Так как я просто придумал идеальные отношения. Ну, смотрите. Если вы, во-первых, придумали идеальные отношения. Самые. То... Вам это для чего-то было нужно. И... Необходимо понять. Для чего? Вам это было нужно. Придумывать идеальные отношения. Что вы хотели? Вам? Зачем они вам идеальные отношения? Идеальные отношения. Это какие? И... Что стоит за идеализацией? Что вы напротив? Те идеализируете. Потому что... Ну... Идеализация одного всегда ведет к идеализации другого. И наоборот. Если... Что-то... Деидеализируется. То... Что-то идеализируется. Вот. К... Ну... К... К сожалению. Большому. Дальше. Что такое норма? Что... Вот. Вы говорите. Что... Может быть это все нормально. Что-то происходит. А... Что такое норма? Что представляет от себя норма? Для вас норма. Но для... Вашего молодого человека норма. Это другое. Если у вас... Один опыт. И... Один тип... Обратных связей... То... У молодого человека может быть другой опыт... И другой тип обратных связей. И... Для... Вас. И для него... Это будет нормально. Так что я бы хотел, наверное, как-то эти все моменты уточнить, потому что в противном случае просто мы здесь запутимся в терминах. Дальше. Начну с того, что мне 18, но мой парень 26 лет. Ну, есть, конечно, есть разница в возрасте, достаточно, на мой взгляд, серьезная. Да, потому что вам 17, вы еще находитесь в стадии активного взросления, вы еще находитесь в стадии активного формирования личности. Вот, ваш молодой человек, может быть, как вы писали в предыдущем вопросе, так же ведет с данной стороны незрело, но, как бы, все равно он уже более сформированная личность, и его изменения, если они и будут, то будут уже не существенно, скорее всего. Конечно, со мной и цены изменения уже произошли. У вас эти изменения еще только ожидают или активно проходят. Поэтому разница у нас достаточно большая у вас здесь, и, соответственно, мне кажется, что нужно, но надо бы обратить внимание на то, собственно, как вы выбрали своего молодого человека, что вас объединяет, что вас связывает, вот, что между вами общего, это важный момент, потому что, вообще говоря, если того, что между вами общего мало, то могут быть серьезные проблемы, могут быть серьезные трудности, вот, в частности, вот, как, например, те трудности, которые описываете вы, когда, например, говорите, что у нас не клеится общение, когда говорите, что, ну, вот, что мы при общении, что у нас, вот, сейчас, как бы, у него ко мне падает интернет, там, так и такого, этого ничего бы не было, если бы вы, вот, как раз, ориентированы были бы на то, общее, что между вами могло бы быть. Ну, а общее, справедливости ради, нужно сказать, что, то общее, что может быть между людьми, а, формироваться из, а, интересов, людей, вот. То есть, если у людей есть интересы, увлечения, хобби, какие-то выбранные задачи, к которым человек стремится, определенный жизненный смысл, который человек старается реализовывать, то, соответственно, на этом базируется то общее, что обеспечивает достаточно зрелые отношения к людям. И, напротив, если подобного нет, если интересов нет или их недостаточно, то могут возникать трудности. Потому что, например, гендерное взаимодействие, то есть взаимодействие полов, эта штука хорошее, но на днем одном далеко не увидишь. Так же как далеко не увидишь на интимном взаимодействии и далеко не увидишь только на взаимодействии личностном, потому что это тоже будут достаточно односторонние отношения. То есть, как вы занады понимаете, возникли все, в сфере все стороны. Дальше. Мой мой парень 26, он был женат, детей нет, вроде как и общение, бывшей женой тоже не поддерживают. Ну, здесь, смотрите, у молодого человека был брак, и брак распался. Значит, какие-то действия мужчины привели к тому, что брак распался. Если такие действия имели место быть, то причиной тому, в том числе, стали некоторые поступки молодого человека, за которыми, как правило, стоят определенные сложности. За которыми стоят, как правило, определенные внутренние конфликты. И, соответственно, нет никакой гарантии, что эти конфликты по сей день решены и повторяются теперь уже с вами. Что касается про общение с бывшей женой, то здесь, мне кажется, вы ревнуете, а значит, не уверены в себе, а значит, вероятно, боитесь остаться одна, а значит, вероятно, боитесь потерять молодого человека, а значит, вероятно, сводите свою ценность к тому, кто, к некой такой материальной итерации. Бывает такое, что вы меня сравниваете с твоей бывшей женой, но это связано с тем, что отношения с бывшей женой еще не завершены эмоционально. С одной стороны, с другой стороны, опять же, здесь вопрос, что вас объединяет, на каких основаниях вы с мужчиной общались. В данном вопросе произошел небольшой конфликт по поводу недоверия. Какой ваш вклад в этот конфликт? Недоверие – это всегда проблема доверия в себе, это не проблема доверия другому человеку. Если есть проблема недоверия, человек не доверяет в себе. Делать что-то в отрыве от доверия себе, значит, подвергать себя опасностям. Он мне рассказал, что в прошлом браке ему также не доверили и тому подобное. Но, опять же, это вопрос, а какие действия мужчина довели к тому, что ему не доверяли? С одной стороны, с другой стороны, ну, нет ли странности в том, что человек выбирает таких женщин, как ему не доверяет? Дальше. К чему мне это рассказал я не понимаю? Проблема. Болит проблема. Может, хочет вернуться в прошлом отношения, может, как кушать по своей бывшей. Здесь вы прорывный, что ли, это прорывный больше. Не понимал. Понимать не нужны. Важно, как вы относитесь, что вы чувствуете. Важно разобраться в своих чувствах, а не понимать. Я не знаю, глупости может быть, но мне тогда было обидно. Обидно – это боль, ответственность за которую вы прикладываете на другого человека. Это то, что задевает вас, а задеть может то, к чему отношение ваше не сформировано. Плюс, это неоправданные желания. То есть у вас есть определенные желания, когда они не оправдываются, вы чувствуете обид. И через манипуляцию, то есть в попытку вызвать чувство вины, а это именно то, чем является обида, вы пытаетесь получить то, что хотите. Но пытаетесь получить то, что хотите от другого человека, самостоятельно не вкладываясь. Дальше. Так как мы живем по отдельностям, и что как бы связи, где связь, мы делаем друг друг другу доброе утро и тому подобное. Вы имеете ввиду, говорите. Доброе утро. Раньше очень часто переписывались в течение дня, в последнее время нет. Но опять же, о чем переписывались и что изменилось, и что между вами общего. Напишите что-нибудь, я им отвечу, прочитаю и игнору. Но у нас же неинтересно. Спрашиваю, почему ты так делаешь, говорит случайно, так получается. Но здесь вы опять же обвиняете человека, то есть вы давите на него. Вместо того, чтобы гармонизировать отношения, гармонизировать общение, сделать его более интересным молодому человеку и на него давите. Вот. В психологии это называется преследование. То, что вы делаете. То есть, когда вы задаете такие вопросы, почему или реально это преследование, изучите треугольник Кармана. Я его не понимаю. Опять же, понимать не надо. Про 40 говорит о твоих чувств. Ко мне делать выступло, если хотят лет на глазах. Нет. А какой ваш вклад в 40? Вот. Я не знаю, заметил вы или нет, но... Удивительное дело. Мы в 40 освещаются только его позиции. Позитую. Позитую. Позитую человека. Но не свою. Позитую. Очень важно... Ваша позиция. Вот здесь. И ваш вклад в конфликт. Понимаете? Какая штука? ... А.. А, говорить про другого человека? коррект и ни к чему не приведет так, дальше так, значит он манипулирует вами если говорить, что плачет, то нет помогите мне как-нибудь разобраться с ними и с этими отношениями а в чем именно вам помочь, с чего вы хотите стоит ли сохранять или нет? поставить тратное время, мне просто выбрать мозги поставить тратное время, для чего, на что, я не очень понимаю вы отношения воспринимаете как инвестицию? или что? давайте как-то проясним немножко этот момент хорошо на этом 3, я надеюсь, что помогу об, если вы вверху об этом, то вы вверху об этом